Конгресс США утвердил военную помощь для Украины. Сколько сулит Америка и какую сумму готова потратить на собственную армию? Дмитрий Анопченко изучил военную смету. По задумке Белого дома, в следующем году финансирование армии нужно увеличить максимально. Мол, за время Обамы и техника устарела, и военные чувствовали себя обиженными. А значит, при Трампе нужно перераспределить средства. Администрация запросила у Конгресса рекордные суммы. 600 миллиардов долларов на военные нужды. Еще 65 на боевые операции за пределами страны. В итоге законодатели расщедрились. Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение армии порядка 700 миллиардов долларов. Даже больше, чем просили. На четверть увеличат расходы на ПВО. Подозрение, что у Северной Кореи появились ракеты, которые могут долететь до американской территории, заставили народных избранников раскошелиться. Базы ПВО планируют построить и в Калифорнии, и на Аляске, и даже в Тихом океане. Локаторы намерены разместить. Кроме того, повысит зарплаты военным. Не секрет, что расходы на собственную армию Дональд Трамп планирует увеличить, сокращая военную помощь армиям других стран. Но в посольстве Украины в Вашингтоне накануне подтвердили, нашу страну это не коснется. И военная помощь Украине в следующем году будет такой же, как и в текущем. По данным дипломатов, Киеву Соединенные Штаты предоставят 410 миллионов долларов. Столько же, сколько и было, сокращений нет. Более того, в отдельном законе предусмотрят возможность предоставления Украине дополнительных кредитных гарантий. При Трампе меняется вся схема военной помощи. Раньше Вашингтон передавал оружие и технику бесплатно, и страны-партнеры брали то, что дают. Теперь же США будут оружие продавать, выделяя для этого кредиты под символические проценты. Украина сможет купить только то, что действительно нужно для армии. А гарантией по этим кредитам как раз и будут деньги, которые конгрессмены закладывают сейчас в военную смету страны. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.